здравствуйте все меня зовут наталья это видео я записываю потому что меня попросили показать как я шью маски мои сразу хочу сказать что я не партнер я не специалист шить я шью всю жизнь но так как говорится как я понимаю как могу и я не училась и маски я тоже делаю в общем-то я их вышиваю в основном лентами и так как получается бразильской вышивкой и потом вот шью выкройки я взяла из интернета я думаю что потом в процессе шитья она у меня немножко изменилась я брала смотрела и видео и просто выкройки сейчас в данный момент у меня выкройка вот такая я думаю что ее видно вот так вот размеры записаны если нужно будет поподробнее как-то не знаю рассказать то я напишите я расскажу но в принципе здесь ничего такого нет основное это вот здесь вот 15 с половиной сантиметров вот эта длина и вот это вот длина эта мерка это у вас будет у каждого в общем-то свое когда будете шить покороче по длине у меня что здесь сделано я сделала выкройку себе уже с припуском на шоу и вот это вот линия это линия загиба то есть у меня получается что вот это подгибается и получается лишь то куда я вдеваю резинку вот две мои маски 1 уже рвется и внутри и и снаружи и вот это это сделано из тонкой джинсовой ткани с это сделано изо льна изо льна мне было шить хуже потому что маска растягивалась ткань растягивалась и здесь тоже внутри шита здесь я поставила и так как здесь лен сюда я поставила попробовать хлопок это специальный хлопок какой-то не не знаю какой как перевести не знаю вот и я его прошила все простроченное сверху и снизу здесь сделано в виде кармана чтобы можно было вложить дополнительный фильтр здесь точно так же но эта маска подкладка у этой маски из материала тнт называется чем отличается вот этот мне нравится больше несмотря на то что это синтетика потому что он лучше держит форму а этот когда я дышу несмотря на то что и лен и потоньше прям вниз мне клеится но суть вот в чем маску эту выкройку я обвожу и потом если у меня еще такой вот трафаретик оставляю место где делать выкройку чтобы она немножко как бы ну помещалась до несмотря ни суть здесь было отмечено черным было сделано вышивка материал немножко деформировался в пальцах во время вышивки поэтому я снова положила наложила и обвела еще раз уже получше так чтобы у меня швы не задевали вышивку она не вылезала никуда в общем сейчас вот так что делаем так как у меня уже с припуском на шов я вырезаю по меткам по моим вырезаю здесь могу оставить еще потому что я делаю хороший припуск и от строчку на середине на среднем шве я делаю все же от строчку как бы и на маске и на самом материале на лицевой стороне и на подкладке стала делать потому что чтобы хоть как-то немножко в держали на форме это все вот вот сейчас у меня все это вырезаешь отглаживать я сейчас не буду потому что мой карандаш он именно пропадает во время температуры маркер что делаю сейчас до того как до того как я переверну и буду сшивать я беру эту эту ткань центы и перевожу именно с вышивки не смотрю на вот на это я не смотрю уже выкройку не кладу я обвожу уже свою вот эту вот то что у меня получилось и здесь тоже так как у меня карман этот здесь вот образуется который карман он короче поэтому мне такая длина не нужно я делаю где-то вот так чтобы потом немножко его можно было обрезать здесь он разрежется и подогнется и он будет у меня четко четко по по этой выкройке но это я также девочки кто может быть знает как лучше вот шейте как лучше вот здесь у меня вот так отмечается и и обводить я вот так обложу четко 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 потому что подкладка как вы знаете наверное уже все она должна быть поменьше да покороче поменьше вот в этих размерах ну мне тоже как бы я знала но все равно пока я приспособилась эти маски шить тоже не так много я их надо сказать вот допустим здесь чтобы не выглядывала не выглядывал подклад вот получается что так как она покороче получается что ее и лучше и видно здесь сама она туда подгибается если хочу вот так даже будет почетче видно вот сейчас я это отниму и для того чтобы было у меня поменьше подклад был поменьше чем верхний слой я буду его вырезать вот так вот буквально на несколько миллиметров 1 2 миллиметра меньше чем нарисовано здесь не имеет значения здесь я могу обвести также потому что здесь все равно я буду отстрачивать точно так же здесь я не буду выворачивать эту маску потому что здесь принципе не лицевая никакая сторона здесь все равно единственное я нанесу метки которые все равно потом придется сверить так как я буду шить вот по этой стороне сразу же на эту сторону я потом загнул и прострочу вот так вот эти подгибы чтобы чистая сторона у меня осталась лицевая сторона но несмотря на это когда я прострочу отогну я вам покажу и я их прострочу опять потому что у меня здесь есть шов и здесь есть шов между собой они не сшиваются но тем не менее все припуски на швы они у меня в общем как-то плохо тут выверну плохо видно они у меня там в общем отстрочены не знаю где лучше показать там ткань этот лен маршится ну вот здесь вот он отстрочен а здесь еще была не отстрочена это одна из первых моих масок сейчас я отстрочу точно также маску здесь чтобы она немножко лежала держала форму так как у нас здесь мы должны ходить в масках постоянно выходя из дома и снимать можно только когда или что-то пьешь или в общем везде-везде-везде надо ходить в маске поэтому я чтобы маска была пожестче делаю от строчку здесь от строчку здесь следующий раз я сейчас пойду строчить это вот эту лицевую часть я вот так складываю лицом к лицу вот так лицом к лицу буду здесь вот так строчку прокладывать по левой стороне иногда я нитки меняю иногда не меняю но если кто-то просит конечно на продажу будем говорить то конечно я нитки меняю белые голубые и все а вот себе сшила тут вот она у меня бежевыми нитками так и сшито вот сейчас я пойду прострочу вот эту вот вот этот вот шов и вам покажу как дальше здесь прострочу тоже вот этот вот шов ну и потом покажу эти пока выключу вот девочки я прострочила видите я прострочила на ширину лапки где-то 7 8 миллиметров и для того чтобы так как форма у нас сложная чтобы было хорошо ее строчить более или менее для удобства я вот так скалываю дело в том что эта ткань тнт она не переносит горячего утюга и она тает плавится я не знаю как то там от чем она так уж хорошо для меня она хороша тем что она жесткая как пластик и и держит немножко не так липнет к лицу вот вот если этого не сделать то у меня во всяком случае когда я начинала строчить и и так как форма вот такая вот неровная выгнутая то у меня вечно залезала подгиб один шел на другую сторону и и как было у меня очень потом не аккуратная левая сторона все-таки хочется тоже чтобы она была ровной поэтому вот вот так я вот делаю и сейчас я буду строчить под лапку всуну буквально вот где-то 212 тут миллиметра ну не знаю три ровно неровно вот так вот пройдусь в одну сторону и потом в другую и потом только вытащу мои булавочки потому что чтобы вот эти припуски на швы были ровные но и не забуду прострочить вот эти вот припуски это чтобы у меня получился этот карман здесь и здесь еще раз их проверю чтобы они были ровные и сделаю про строчу